Бисмилляхи вассалату вассаламу аля Расулиллях. Задается вопрос. Когда я вышла замуж, мой муж сказал мне перед свадьбой, что он атеист. Я не придавала этому особого значения, поскольку моя вера тоже была на шаткой почве. И я подумала, что, может быть, я могла бы изменить его, его родители мусульмане. Затем, через год после замужества, я заметила, что у меня появились сомнения. Мой иман был на низком уровне. Потом у меня начались проблемы с его родителями. И мои родители посоветовали мне довериться Аллаху и молиться ему. Альхамдулиллях, я начала молиться, потому что, может быть, где-то глубоко внутри я знала, что Аллах существует. Мой дядя недавно скончался. Ему было всего 25 лет. Это заставило меня осознать, насколько непредсказуема наша жизнь. Но убеждения моего мужа не похожи на мои. Хотя он верит, что есть Аллах и пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, является его посланником, он не считает важным жить по тому, чему он нас научил. Он говорит, что это для людей того времени. Он утверждает, что религия не важна. Важно, чтобы наши сердца были чистыми. Не имеет значения, пьем ли мы, играем ли в азартные игры или делаем что-нибудь еще. И да, кстати, он пьет. Хвала Аллаху. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал нас вступать в брак с теми, кто привержен религии. Потому что в основном женщины слабы и могут изменить свои убеждения, мысли и даже свою религию по малейшей причине. Поэтому вам не следовало даже думать о браке с тем, чья религиозная приверженность была невелика, не говоря уже о браке с тем, у кого вообще нет религиозных убеждений, на том основании, что вы сможете направлять его. Брак с атеистом недействителен. И брачный контракт, по сути, недействителен. Женщине, которая верит в Аллаха и в последний день, не разрешается вступать в такой недействительный брак, на том основании, что этот мужчина, возможно, будет наставлен после вступления в брак. Она должна была сделать то, что сделала великая женщина, сахаби Ум Сулайм, когда отказалась выйти замуж за Абуталь Хаха, который в то время был кафиром, если только он не станет мусульманином, и он это сделал. Это был величайший махр, приданное в исламе, как сказал Анас, да будет доволен им Аллах. Доказательство того, что брак мусульманки с неверующим мужчиной недействительный, очень очевиден. Это один из вопросов, по которому существует единодушное согласие среди всех ученых Уммль. Аллах говорит. Толкование значения. «О те, которые уверовали. Когда к вам прибывают переселившиеся верующие женщины, то подвергайте их испытанию. Аллах лучше знать об их вере. Если вы узнаете, что они являются верующими, то не возвращайте их неверующим, ибо им не дозволено жениться на них, а им не дозволено выходить замуж за них. Возвращайте им, неверующим, то, что они потратили на приданное. На вас не будет греха, если вы женитесь на них после уплаты их вознаграждения приданного. Не держитесь за узы с неверующими женами и требуйте назад то, что вы потратили на приданное. И пусть они, неверующие, требуют то, что они потратили на приданное. Таково решение Аллаха. Он решает между вами. Аллах знающий, мудрый. Сура 60, 10 аят. То, что ваш муж говорит и приписывает Исламу, определенно ложно. Ислам предназначен не только для того времени, когда был послан пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Скорее, он, да благословит его Аллах и приветствует, был послан всему человечеству до наступления часа. Аллах говорит. «И мы послали тебя, о Мухаммад, только как благовестника и предостерегающего увещевателя для всего человечества, но большинство людей не знают». 34 сура 28 аят. Также Аллах сказал «Скажи, о люди, я посланник Аллаха ко всем вам. Ему принадлежит власть над небесами и землей. Нет божества, кроме него. Он воскрешает и умершвляет. Уверуйте же в Аллаха и в его посланника, неграмотного, не умеющего читать и писать, пророка, который уверовал в Аллаха и его слова. Последуйте за ним, дабы вы последовали прямым путем». «Не женитесь на язычницах, пока они не уверуют. Безусловно, верующая невольница лучше язычницы, даже если она понравилась вам. Не выдавайте мусульманок замуж за язычников, пока они не уверуют. Безусловно, верующий невольник лучше язычника, даже если он понравился вам. Они зовут к огню, а Аллах зовет к раю и прощению со своего соизволения. Он разъясняет людям свои знамения. Быть может, они помянут назидание». Со слов Джабера ибн Абдуллаха, «Да будет доволен Аллах им и его отцом», сообщается, что пророк, «Да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Мне были дарованы пять вещей, которые до меня не были дарованы никому из пророков. Мне была оказана поддержка внушением ужасов сердца врагов, несмотря на то, что нас могло разделять расстояние в целый месяц пути». Второе. Обычная земля была сделана для меня местом совершения молитвы, «А также средством очищения. А посему, где бы ни застало человека из моей общины время молитвы, пусть совершают ее в этом месте. Мне было разрешено брать военные трофеи. Мне было даровано право заступничества, и если любой из пророков был послан исключительно к своему народу, то я был послан ко всему человечеству». Хадис достоверен. Убеждение вашего мужа в том, что важно, чтобы наши сердца были чистыми, не имеет значения, пьем мы или играем в азартные игры. Это ложное представление. Если сердце чисто и непорочно, то последствия этого должны быть видны во внешних действиях человека. Внешняя праведность является признаком внутренней праведности. Как его сердце может быть чистым, если он пьет алкоголь? Играет в азартные игры или совершает аморальные поступки? Это невозможно. Сообщается, что Абу Абдуллах Ан-Муман бин Башир, да будет доволен Аллах, ими обоими сказал, «Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине дозволенное очевидно и запретное очевидно, а между ними находится сомнительное, сомнительно которого многие люди ясного представления не имеют, остерегающийся сомнительного освобождается от него ради сохранения своей религии и своей чести, а занимающийся сомнительным придет и к совершению запретного, ибо он подобен пастуху, пасущему около заповедного места свое стадо, которое вот-вот окажется там. Каждый владыка обязательно имеет такое заповедное место, а заповедным местом Аллаха является то, что он запретил людям. Поистине есть в теле человека кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и все тело, а будучи негодным, приводит в негодность и все тело, и поистине кусочком является сердце». Аль-Бухари – муслим. «Вывод таков. Этот ваш брак недействителен и недопустимо позволять ему иметь близость с вами, если он не вернется в ислам и не примет веру, произнося шахадатайин и следуя предписаниям ислама. Если он этого не сделает, то брак должен быть аннулирован в шариатском суде. Если вы не можете этого сделать или если там, где вы живете, нет шариатского суда, тогда вам следует попросить его о разводе. Если он отказывается, вам следует развестись с ним посредством хула, вернув его махр. Аллаху алам!